добрый день приветствую вас на своем канале так уж устроен человек чтоб мы иногда болеем кто реже кто чаще но все мы вынуждены обращаться к врачам что же выбрать частную клинику или бесплатную в кавычках горполиклинику недавно совсем не в руки попался такой документ распространяемый по сети под названием исповедь современного врача если у меня раньше возникали подозрения что медицина за последние 20 лет превратилась во всероссийский супермаркет по впариванию медицинских услуг мало отношения имеющих со словом лечение то после прочтения исповеди в этом не осталось никаких сомнений я живу в небольшом провинциальном городке где все врачи на виду все работают в муниципальных медицинских учреждениях но их платных клиниках в муниципальных они отбывают время и рекламируют оборудование и возможности диагностики частных медицинских центров а уже на основной своей работе в этих частных клиниках идет беспощадное выколачивание денег извините меня что долго разглагольствую в общем я решил зачитать вам эту исповедь и настоятельно рекомендую дослушать до конца мне хочется чтобы до вас дошла вся информация ведь во всей стране творится одно и то же в каждом городе и это будет актуально для всех без исключения делитесь этой информацией с родственниками и знакомыми устно делайте репосты ролика ставьте лайки чем больше людей узнают наверняка о том что давно подозревали все мы тем быстрее задумаются кто все это развел как плесень в нашей стране за последние 15 20 лет кто ответственен за смерти миллионов людей из-за такого положения в стране и кто должен в конце концов за все это ответить я считаю что такое количество жертв можно сравнить с действием оружия массового поражения только пиндосы бомбы на японцев сбрасывали а наши на своих так какие они к чертям собачьим наши итак начинаю исповедь современного врача филиале в котором я работаю с продажами все очень строго не выполнил в план в первый раз штраф и минимальный оклад не выполнил второй раз уволен в любых платных медицинских учреждениях есть план средний чек по пациенту если врач с этим чеком не справляется не выполняет месячный план то ему делают выговор штрафуют или даже вообще увольняют если это повторяется несколько раз то наверняка увольняет финансовый план выполнять надо каждый медицинский центр рассчитывает эту сумму специально сколько в среднем за месяц по выручке должно выходить на врача для мотивации чтобы не пистоны вставлять врачам и рассказывать каждый день как важно приносить прибыль филиалу и окупать свои сумасшедшие расходы делают минимальный оклад и хорошую процентную ставку с каждого пациента то есть с тех услуг которые врач впаривает эта система почти ничем не отличается от какой-нибудь евросети или связного где точно такая же технология у продавцов есть средний оклад и прямая мотивация продавать как можно больше чтобы заработать процент продаж тогда получается интересная зарплата медицина медицина превратилась в продажу мобильных телефонов где на первом месте не здоровье пациента а количество впаренных услуг часть 2 сегодня у меня был пациент с жалобами на боль внизу живота и в паховой области симптомы описал следующие неудобства при ходьбе боли в области паха после поднятия тяжестей чувство тяжести внизу живота после описания симптомов возникли явные подозрения на паховую грыжу а после осмотра и пальпации это стало уже совсем очевидно когда пациент стоял у него возникало малозаметное меняющиеся в размерах вздутие исчезающее в лежачем положении это простая ситуация не требующая дополнительного обследования можно было бы ему спокойно поставить диагноз и отправить хирургу на плановую операцию но в нашей клинике как и в любой платной так делать нельзя операции по устранению грыж в нашей клинике не производится а отправить его в больницу это значит потерять клиента и получить выговор штраф от руководства за невыполнение среднего чека по каждому пациенту поэтому я его начал прогонять по нашей стандартной схеме продаж общий анализ крови мочи и кала узи брюшной полости также отправил курологу в соседний кабинет у которого он скорее всего сдаст анализ на секрет простаты и оплатит ему консультацию примерная общая стоимость всех перечисленных услуг 35 40 тысяч рублей в этой клинике я работаю уже шесть лет вышеописанная ситуация это обычные рабочие будни и даже после такого количества времени у меня все еще иногда бывает угрузение совести они уже слабые почти незаметные но все еще возникают воспоминания о том с какими мыслями и надеждами я шел учиться в мединститут чтобы помогать людям и лечить их как завещал гиппократ ни о каком обмане и разводе на средний чек тогда и мысли не было но как говорит руководитель клиники в которой я работаю гиппократ сейчас не актуален да и умер он давно а моя семья и дети живы и кушать хотят часть 3 из-за таких как ты мразина моей дочери 10 месяцев демодекоз диагностировали не забыв попросить денег на анализы в том числе и на дисбактериоз дисбактериоз визиты коммунологу аллергологу эндокринологу и прочим паразитам а у ребенка уже рубцы на веках появились гореть тебе в аду тварь это один из первых комментариев которые я получил за предыдущий пост говорит автор исповеди он же продолжает дальше комментарий вполне справедливый я прекрасно понимаю чувства этой женщины и сочувствую ей ситуация которая она описала встречается довольно регулярно по каждому пациенту мне приходит целая стопка анализов и результатов обследований все эти анализы я как правило направляю сдавать за два приема чтобы пациент не шарахнулся сразу от внушительной стоимости и не заподозрил излишество назначенных обследований во первых обычно нет необходимости сдавать такое количество анализов но вы уже прекрасно знаете про план норму и чек по каждому пациенту во вторых вы скорее всего даже представить не можете как делаются и как подделываются ваши анализы в лабораториях варианта бывает несколько клиники которые экономят на проведение анализов анализов вам назначили много и вы за них заплатили соответствующую сумму но исследование в лучшем случае проводят только самых основных или вовсе не проводят почему так происходит скорее всего у клиники в которую вы пришли плохо идут дела поэтому они экономят на анализах соответственно получается недостоверная картина вашего обследования и как следствие неадекватное лечение в результате здоровье не только не выправляется а скорее всего ухудшится что спровоцирует появление других болячек но это неплохо потому что ходить в эту клинику вы теперь будете долго и регулярно но так делают не во всех клиниках а только в тех где прода продажи идут плохо и клиника даже не окупается клиники не упускающие возможности заработать даже на здоровом пациенте анализы вам назначают по стандартной схеме но подделывают их результаты обнаруживают то чего у вас на самом деле нет и это кстати говоря еще не самое страшное потому что здесь обнаруживают всего лишь незначительные заболевания которые можно вылечить прокапав несколько капельниц и пропив в курс лекарства разницы пациент скорее всего не почувствует зато потом сдаст анализы повторно которые уже покажут что он вылечился клиники которые обнаруживают у пациента тяжелую или смертельную болезнь это скорее всего клиники с ленивым и тупым руководством постсоветским мышлением которые только понаслышке знают про менеджмент маркетинг и внутренние продажи они экономят на всем врачам платят скромную зарплату это жадные руководители у которых есть только одна клиника потому что до сетевых масштабов они никогда не расширится из-за своей жадности и тупости поэтому чтобы хоть как-то продержаться на плаву при этом зарабатывать на хлеб с икрой занимаются откровенным жульничеством атмосфера в таких клиниках царит удручающие врачи злые и это видится невооруженным взглядом и последний вариант это клиники которые ничего не подделывают но благодаря грамотному менеджменту и маркетингу манипулируют пациентом чтобы он сдал большое количество анализов дополнительных анализов и обследований диагноз пациенту ставят только после выполнения плана и далее назначают адекватную схему лечения вот в такой клинике я как раз работаю и скажу вам что этот вариант не самый худший более того на сегодняшний день даже самые лучшие в россии до пациент потратит в 3 5 10 раз больше необходимого но зато точно будет знать достоверную картину своей ситуации пара слов по поводу бесплатной медицины в комментариях мне много писали что раз в платных клиниках вот так наживаются на пациентах следовательно лучше идти в бесплатную районную поликлинику а вот скажите что для вас лучше вылечиться хоть и за большие деньги или не вылечиться совсем потому что за бесплатно на вас всем будет наплевать на том свете деньги не нужны так что подумайте часть 4 времени сейчас в обрез пишу самые запомнившиеся ситуации прошедшую неделю позже опишу все более подробно на днях у нас было внеочередное собрание начальство было крайне недовольно падающими доходами нашего филиала всех отчитали и пригрозили увольнениями основная претензия вы на работе только и делаете что пьете чай они обрабатываете как следует пациентов это при том что только я один за 20 рабочих дней в месяц в кассу приношу от трех с половиной миллионов рублей поставили задачу вгрызаться в любого пациента если описываемая симптоматика хотя бы отдаленно напоминает сложные заболевания то запугивать пациентов и назначать местные процедуры и дополнительные обследования наш узи специалист перепугавшись что ее уволят беременной здоровой девушки наговорила что у нее преждевременное маловодие плацента вся в кистах что все это очень плохо необходимо срочно ставить капельницы и провести полное обследование иначе она может потерять ребенка фармацевтическая компания которая продвигает через нас свои чудо препараты выпустила новое средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта результат уже несколько пациентов пожаловались на диарею и кровотечение уролог при заборе материала на пцр спровоцировал кровотечение из уретры пациент кровью испачкал белый халат врача и с испуга стал суетиться забрызгав каплями крови пол кабинета когда врач приоткрыл дверь и пошел звать уборщицу пациенты ожидающие своей очереди когда узнали что случилось встали ушли что-то мне подсказывает что нашего уролога уволят для тех кто интересовался какие зарплаты в нашей клинике и как стимулируются продажи рассказываю у нас минимальный оклад в среднем 10-15 тысяч рублей все остальное это проценты с приема больного врач получает 20 процентов полгода назад было 15 за направление к другому специалисту пять процентов полгода назад было три за направление на сдачу анализов 8 процентов полгода назад было 5 если вы учитесь медицинских вузах и хотите получать приличную зарплату рекомендую учиться на врачей не терапевтических специальностей денег будете получать еще больше то есть кто умеет считать уже сами догадались почему а для тех кто не понял другой раз напишу подробнее часть 5 забавный момент который многие из вас наверняка замечали но не знают подноготный если вы обращали внимание в москве во многих медцентрах на ресепшене висят почетные доски с фотографиями лучших врачей месяца и я догадываюсь что по этому поводу думают пациенты но на самом деле это врачи которые в этом месяце принесли в кассу больше всего денег это как работник месяца в мебельном магазине многие болячки из-за которых пациенты обращаются в клинике можно вылечить после одной-двух консультаций опираясь на основные общие анализы этого достаточно для определения картины и назначения адекватной схемы лечения но так лечить совсем не рентабельно а если попытаешься то получишь по шапке от руководства кстати пациента даже не надо запугивать когда он пришел со своей проблемой достаточно просто усилить его уже имеющиеся страхи всяческими намеками и покачиванием головой а самые стабильные пациенты это те которые в интернете внимательно изучают свои симптомы начинают начитаются всяких ужасов и согласно на любые всевозможные обследования пациента невыгодно лечить выгодно снимать симптомы и оттягивать до последнего а если пациент успел заработать дисбактериоз от приема бесконечного количества препаратов то это неплохо пациент становится совсем грустный и послушно ходит на прием и готов на все процедуры и до после дополнительное обследование наверняка у некоторых из вас были случаи когда вы длительное время лечились в каком-нибудь медцентре а улучшение совсем не наступало а потом в какой-то момент вы теряли терпение или начинались финансовые проблемы и вы бросали это дело затем раз и здоровье само собой выправилось многие болячки выправляются либо сами по себе либо достаточно минимального вмешательства а еще может для кого-то будет открытием но большинство препаратов которые мы врачи назначаем сами не принимаем даже при аналогичных заболеваниях вот так пишет врач у которого совесть как говорится не на месте от происходящего в конце я еще немного рискну отобрать вашего времени так кто все это развел как плесень в нашей стране за последние 15-20 лет кто ответственен за смерти миллионов людей из-за такого положения в стране и кто должен в конце концов за все это ответить повторяюсь я считаю что такое количество жертв можно сравнивать с действием оружия массового поражения только пиндосы бомбы на японцев сбрасывали вот так близится выборы президента не ошибитесь с выбором хотя бы на этот раз подписывайтесь на мой канал здесь никто не врет и ни перед кем не заискивает до свидания здоровья вам и вашим близким мир вашему дому до встречи спасибо за просмотр!